до тех пор, пока в нем не появятся аксессуары, то есть предметы, которые своим присутствием внесут в пространство элемент экстравагантности и необходимого контраста. Словом, сделают интерьер по-настоящему индивидуальному. Аксессуары – это та область, где человек может чувствовать себя гораздо свободнее и проявлять себя так же свободно, как и в выборе одежды. Тем, собственно говоря, эта область интересна и захватывающая, и в ней гораздо больше человек может проявить свою индивидуальность, чем в выборе даже дома, квартиры или небеса. Современные тенденции в моде на аксессуары многообразны. Основные направления диктуют всемирно известные марки, такие как Хеллен Анджело, Пьер Фигура, Ковальда, Лэм Ли и Мартинетти. Каждый предмет является произведением искусства и никогда не повторяет другой. Материалы используются традиционные – серебро, позолучная бронза, тонкая фурнитура и полудрагоценные камни. Шкатулки для драгоценностей от Хеллен Анджело красивы не только снаружи. Если открыть сундучок, то внутри непременно будет сюрприз, как, например, в этом. Самые привычные предметы кутюрье превращают в роскошные аксессуары, которые способны освежить даже очень скучный интерьер. Мы можем здесь видеть роскошные альбомы для фотографий, семейные альбомы, которые могут стать настоящими реликвиями для всей семьи. Нужно обратить внимание на ту деталь, что листы в этих альбомах цельные. То есть нужно фотографию наклеивать, а не вставлять, как в современных альбомах. То есть это считается хорошим тумом. Незыблемость событий вашей жизни и присутствие людей в вашей жизни. То есть никаких манипуляций ни с вашим прошлым, ни с вашим настоящим. Принцип Лэмли всегда следует своим традициям. Переосмысливать классику, включая собственного стиля. Комод от Лэмли – это дерево, покрытое тончайшей кожей. Не мебель, а аксессуар. Необычайно актуален стиль арт-деко. Своё выражение он нашёл в этих светильях. Авангардный парижский дизайнер Мартинетти предпочитает крупные формы. В пропорциях его творений есть что-то архитектурное. В то же время вещи Мартинетти необычайно декоративные. Гротеск крупных форм и ироничное отношение к окружающему миру. Впрочем, аксессуары вовсе не обязательно должны иметь практическое значение. Они могут выполнять роль исключительно эстетических объектов в интерьере. Как, например, этот шар. Многоплановость и неординарность предмета выражена в его названии. Кавка. Шар загадочен и непонятен. Вероятно, кто-то сочтёт дорогие аксессуары никчёмными безделушками. Впрочем, отношение к подобным вещам формируется стилем жизни. Ничто не помогает так переносить неприятности и тяготы жизни, как совершенно бесполезные и роскошные вещи. Это совершенно точно. И, как говорил Пабло Пикассо в своих воспоминаниях, зачастую в дни его молодости в Париже у него не было там куска хлеба, чтобы поесть, но зато у него были его духи и его книги. Этого было достаточно, чтобы с честью и достоинством переносить нищету. Так что безделушками в любом случае я бы аксессуары не называла. Это вещи, которые помогают нам выжить часто. Аксессуары от всемирно известных дизайнеров способны вписаться в интерьер. Если хотите, роскошные вещи действительно сродни ювелирным украшениям, без которых не мыслен ни один изысканный наряд. Чем отличается частный загородный особняк от дома, построенного специально для сдачи в аренду? На первый взгляд ничем. Как правило, это вполне приятный с виду коттедж, рассчитанный на круглогодичное проживание. Наиболее приемлемый вариант для семьи среднего достатка. Снять небольшой, но очень комфортный дом, построенный в западноевропейском стиле. Как правило, он имеет три уровня. Сокольный этаж занимает хозблок, первый представляет гостиную и столовую, совмещенную с кухней. А на третьем уровне располагаются спальни. Сложность интерьера составляла в том, что он должен быть многофункциональным. То есть человек, который сюда въезжает, чтобы он его максимально использовал, вносил элементы своей жизни в него. Поэтому он лаконичен, но достаточно, по-моему, продуман под такой полугостиничный, полуиндивидуальный тип дома. Проект выполнен так, что жильцов дома ни на минуту не покидало приятное чувство, что они находятся вдали от городской суеты, где чистый воздух, тишина и поют птицы. Деревянные балки, пол, выложенный паркетом под натуральную доску, камин. Ощущение соединения с природой дают два эркера. Один из них расположен на уровне земли. И если открыть прозрачную дверь, то сразу попадаешь в лес. Второй эркер выводит из кухни на террасу. В интерьере применены самые нормальные, обычные чугунные батареи. И это был достаточно игровой, продуманный момент. Мне хотелось сделать так, чтобы эркеры, ограждения, вот эта низкая дом, стена, подоконники и так далее, чтобы батареи смотрелись, как балконное ограждение. Чтобы было ощущение, когда вы стоите в эркере, что это является парапетом балкона над отделяющим человека от природы. С фасада дом выглядит так, будто в нем живут очень много лет. Серебристый цвет наружных стен добавляет коттеджу уюта и делает его нахождение в живой природе естественным. Когда мы красили, оказалось, что если мы просто красим, дом становится глухим. И стена становится мертвой. Поэтому мы пошли по такому принципу. Мы сначала проводили кистью, этим серым пенотексом, а потом губкой все убирали лишнее и оставляли только то, что непосредственно сразу впиталось в дерево. И получился достаточно, по-моему, серебристо, теплый, мягкий тон дерева, который дал такое пастельное соотношение цветов всего фасада. Оформление внутреннего пространства всех помещений достаточно нейтрально. Архитектор намеренно оставил белые стены пустыми, чтобы у будущих постояльцев была возможность оформить их по своему усмотрению. Когда вы строите дом для индивидуального заказчика и под жизнь в этом доме, то строительство такого дома это совместное творчество с заказчиком. Архитектор выражает в основном мысли, настроения и социокультурные запросы непосредственно того человека, для которого он строит. И почему трудно вот мы видим по Москве продаются готовые дома и при том построенные с ярко выраженным таким каким-то вкусом. Иногда это такой кич народный, иногда представление купическое о доме. И эти дома очень трудно продаются, потому что человеку не всегда хочется жить в чужом доме, полностью в чужом доме. Когда вы строите дом в аренду для сдачи, у вас основная задача сделать так, чтобы человек, его снимающий на достаточно долгое время, потому что этот дом предназначен для длительной съемки, на год и больше, то задача такая, чтобы сам человек снимающий мог заполнить дополнить существующий интерьер каким-то своими представлениями о жилье. С появлением жильцов этот загородный дом приобретет новые краски. Личные вещи временных хозяев сделают интерьер по-настоящему домашним. И вполне возможно, что месяцы, проведенные здесь, оставят у людей самые приятные воспоминания. для офисов, складов, домов и квартир. В зависимости от этого выбирается подходящая модель. Каждая имеет определенные технические характеристики по взломостойкости, тепло и звукоизоляции. Если основная функция стальной двери быть надежной преградой на пути взломщиков, лучше всего подобрать модель с высокой степенью взломостойкости. Самая крепкая определяется показателем в 15 минут. Это значит, что в течение четверти часа такая дверь выстает под любым натиском, будь то автоген или отмычка. Для производства взломостойких дверей используются стальные листы толщиной до 4 мм. Вовнутрь монтируются так называемые ребра жесткости, выполненные из профильных труб. Защиту металлоблока обеспечивает наполнитель. Это может быть как цемент со сколками стекла или железные ячейки. Большое значение имеет замок. В дверях фирмы Сонекс монтируются замки повышенной секретности от ведущих мировых производителей. Они могут иметь до 14 точек запирания. В фирме Сонекс можно заказать и пуленепробиваемую дверь. Ну а если вы чувствуете, что вам ничто не угрожает, то лучше обратить внимание на стальные двери с повышенной теплой звукоизоляцией, изготовленной по новой технологии. По надежности они не уступают традиционным, но при этом имеют ряд дополнительных преимуществ. Полный металлический каркас заполняется пенополиуретаном. В результате чего полотно двери приобретает монолитную структуру. Расположенный снаружи стальной листь практически не передает вибраций. Конструкция полотна и рамы двери содержат скрытые элементы усиления. Вес новой модели вдвое меньше традиционный. Петли менее массивны. Вся конструкция выглядит более эстетично. Во внешней отделке дверей применяются разнообразные материалы. От пластика до массива темных пород дерева. В фирме Сонекс работают под индивидуальный заказ. У клиента нет никаких ограничений ни в выборе модели, ни в выборе формы и размеров. Арочные, двустворчатые, экстравагантные и даже эксклюзивные художественные работы. Например, эта металлическая дверь с утеплителем отделана искусственно составленным массивом дуба. В художественном оформлении применялась чеканка, гельваника и ковка. В фирме Сонекс работают специалисты по геральдике и вы вполне можете к ним обратиться за разработкой фамильного герба, который впоследствии украсит и вашу дверь. Чувство стабильности и надежности вызывает и внутреннее пространство дома. Массивные деревянные балки, поддерживающие крышу, заметно увеличили объем помещения. Темные пятна теней на пересечениях убрали при помощи подсветки. Такое решение сделало сложную конструкцию зрительно более легкой. Первый уровень дома плавно вливается во второй. Целостность пространства это то, чего добивались супруги, постоянно находиться в пределах досягаемости друг друга. В предметах особой гордости камин в гостиной. С самого начала Владимир и Татьяна не захотели видеть символ домашнего очага в прямоугольной форме и в кафельной плитке. Они долго искали мастера, который взялся бы выполнить заказ по маленькой фотографии, сделанной в холле швейцарского отеля. По словам хозяев, вышло очень похоже, но в произведение они добавили свой собственный штрих. Во-первых, это появился случай, потому что действительно там просто была переделка камина и угол отвалился. И когда увидели, что вот появился вот этот кирпич, вот и неожиданно он стал выглядеть так, как будто ему тоже много лет, потому что, ну, как бы он уже был отштукатурен и потом отбивался, то захотелось его оставить, то есть как бы захотелось какую-то идею, что вот когда-то здесь был старый камин, потом вокруг него построили новый дом. То есть что-то связанное с возрастом, наверное, дома. А возраст, наверное, стабильность, что ли, продает. Ну, а вообще это такой, действительно, каприз. Понравился кирпич. Интерьер еще не закончен. По мнению супружеской Читы, он должен быть заполнен вещами, которые нравятся. А поскольку Татьяна и Владимира устраивают далеко не все, что предлагают столичные салоны, они выходят из положения опять же за счет собственной фантазии. Нам просто казалось, что здесь не должно быть много предметов, но каждый предмет, он должен быть достаточно крупным и очень правильной геометрической формы. То есть для того, чтобы он как-то перекликался вот с балками, с этими, с прямыми формами стен. Вот. А мебель мы не то, что отказались покупать, мы бы ее с удовольствием купили. Мы просто не нашли такую. Поэтому, ну, раз мы не нашли, но мы представляли, что мы хотим, то, значит, надо было делать ее сами. Так появились столы из струганых балок, выложенные каменной плиткой. Настоящая авторская работа супружеской Читы. До начала строительства дома ни Татьяна, ни Владимир никогда не занимались архитектурой и дизайном. Талант к творчеству открылся неожиданно, когда настало время воплощать свое мебель нелегко. Таков был замысел автора. Интерьер должен быть легким и светлым, алионатюрель. Для достижения эффекта стены в гостиной нежно-молочного цвета. Естественность и теплоту придают отделка из светлого дерева. Дерево, оно дает какое-то вот ощущение уюта, ощущение легкости в доме. Если сделать все, так сказать, из искусственных материалов, то это было бы совершенно... Был бы более тяжеловесный стиль. Жалюзи на окнах вещь для хозяина принципиальная. Смирнов уверен, гостиная и кухня должны быть самыми светлыми в доме. А любые шторы, так или иначе, возьмут на себя какое-то количество света. Зимними вечерами здесь тоже очень уютно. В темное время суток гостиной освещается многочисленными лампами, светильниками и бра. Еще одна особенная деталь кухни-гостиной это поддерживающие колонны. Кстати, это не только элемент декора, но и конструкторская ноу-хау Смирнова. Колонны эти поддерживают рельсы железнодорожные, которые я купил по дешевке. Списанные рельсы, рельсы, в свою очередь, зашиты в деревянные короба. Это сделано для того, чтобы разгрузить стены и создать хороший надежный пол второго этажа, потому что дом построен из пеноблока, материал довольно слабый, во-первых, а во-вторых, здесь получается на первом этаже большой пролет. И если не поставить подпорок, ну, наверху бы пол ходил бы ходуном. На второй этаж дома ведет крепкая деревянная лестница. Гордость хозяина. Здесь несколько комнат в стиле прямо-таки японского минимализма. Много света и ничего лишнего. Небольшие по кубатуре комнаты выглядят очень просторными. в каждом помещении имеются большие встроенные шкафы, куда с глаз долой можно упрятать накопившийся домашний хлам. Весь второй этаж полумансарда, везде причудливы потолки разной высоты. Такое разнообразие делает атмосферу более камерной и уютной. Эта часть дома – место отдыха и релаксации. Очень кстати, здесь оказался балкон. Но самое любимое место у хозяина это третий этаж, а все потому, что возник он не запланированно. Можно сказать, в порыве творчества. Чердачная комната мансарда она получилась в общем-то случайно. Вначале я не предполагал ее делать, а когда уже была построена крыша, я посмотрел, что там достаточно места и делав небольшие минимальные перестройки, там удалось сделать комнату. Такая комната идеально подходит под игровую или детскую, особенно если у вас растет мальчик. И вообще в доме на природе хорошо всем и маленьким и взрослым. Смирнов пытался создать универсальное пространство, в котором можно жить круглый год, работать, отдыхать, ходить на прогулки, жарить шашлыки. Так и получился дом мечта. Думители, это неудивительно. С первыми теплыми днями рассады обычно начинают интересоваться не только владельцы дачных участков. Люди стараются украсить собственную квартиру, лоджи и балконы. На выставке в саду Эрмитаж цветоводы представили разнообразие видов, рассчитанные на любой вкус, возраст и кошелек. Пришли на выставку цветов. Думали, как в Челсе. Оказалось, выставка продажи. Уйти и не купить не смогли. Вот теперь нагрузились, идем. У нас нет дачи, поэтому мы балкон с мужем превращаем в сад. У нас прекрасный балкон. На нем стоит шезлонг, который сам муж сделал. И очень хорошо сидеть на шезлонге, откидной столик, пить кофе и нюхать цветы. Мы купили петунии, сальвию, мы еще будем покупать. Однако же опытные цветоводы наверняка скажут, что создать цветочное великолепие, пусть даже на маленьком балконе, дело нелегкое, хлопотное и требующее умелого подхода. Цветы создания мнительные и нежные, поэтому новичкам лучше посоветоваться со специалистами. Можно прийти и в каждой фирме, которая продает рассаду, сказать, я хочу сделать оформление балкона, подоконника, лоджии, хочу повесить здесь. Вот здесь есть сульфинии в корзинках таких подвесных, это очень красиво. И им уже конкретно каждому месту к размеру клумбы им конкретно предложат ту или иную рассаду. А еще вам надо обязательно знать, почему болеют растения, почему не приживаются и как правильно построить цветочную композицию. Если после всего этого вы все-таки решили разбить свой садик, то не стоит высаживать все подряд. Помните, что и на цветочное оформление существует мода. По крайней мере, так говорят специалисты. В этом году в моде живописные и яркие цветы. В основном это относится к однолетним бархатцам, петунии и бегонии. Цветы нуждаются в модном оформлении. Хотите до конца выдержать популярный стиль, тогда сочетайте свои растения с мраморной белой или кирпичной крошкой. А еще цветы сегодня носят вот такую декоративную щепу. Смотрится очень свежо и необычно. Но главное в погоне за модой не забудьте, что цветник это в первую очередь продолжение вашего характера. И если вы доверяете оформление вашего сада специалисту, то постарайтесь, чтобы он учил все ваши личные особенности. Дизайнер должен обязательно посмотреть на образ клиента, узнать состав его семьи, узнать его интересы, узнать его профессию, найти в этом саду самое такое знаменательное место, за которым можно завязаться и разворачивать экспозицию на нем. И вот только тогда можно уже сделать эскиз и предлагать его клиенту. В зависимости от вашего характера можно создать экспрессивную композицию, а можно более спокойную и плавную. Одни цветы смогут поднять ваше настроение и тонус, другие умиротворить и расслабить. И не важно где они растут, на дачном участке, на подоконнике квартиры или в городских парках. В любом случае цветы это не только элемент декора, но и честь живой природы, которую человек может приблизить к себе. КОНЕЦ КОНЕЦ Наталья, сегодня мы с вами, вот третья декада мая, мы будем с вами рисковать сеять и сажать кабачки, патиссоны, цукини, тыквы и даже крупники посеем. Все тыквенные культуры мы сегодня сажаем и сеем и, пожалуйста, до 12 июня продолжайте. Итак, вот я вам показываю сейчас рассаду. Эта рассада Наталья Георгиевна кабачок. Вот видите, этой рассаде где-то примерно 30 дней. Я очень кабачки люблю. Вот какие оладушки вкусные, жареные, пареные, тушеные. Вообще невозможно описать. это самое лучшее блюдо диетическое. А вот цукини. Вот знаете, мы любим цукини, но их в основном употребляем зимой. Да, они хорошо хранятся. У меня до весны они хранятся. Мне многие говорят, ой, зимой их невозможно разрезать. А вы знаете, я вам что скажу, Наталья? Чтобы вы цукини зимой так вот разрезали легко, значит, возьмите их и где-то на сутки залейте холодной водой. Потом вынули этот большой кабачок и режете. И даже можно подумать, что вы его срезали с грядки. А вы знаете, вот я патиссоны тоже все время добавляю в первое блюдо. Вот так нашинкую, а даже через мясорубку, мезгу и в суп. И любой суп, вы знаете, он такой вот вкусный, бульон густой и пахнет белыми, запах белых грибов. А вы знаете, Активрина Альсина, я очень часто пользуюсь рецептами, описанными в вашей книге. Все любим блюда, которые у вас там записаны. Спасибо. Ну, Наталья, давайте приступать к посадке. Что для этого нужно сделать? Выбрать грядочку, конечно, грядочку выбрать надо на солнце, чтобы не было каких-то таких холодных ветров. И делаем посередине грядочку, ну, грядочку не надо широкую, сантиметров 60-70, и посередине грядочки делаем лунки. Лунка от лунки, ну, можно 80 сантиметров, 90 сантиметров. В лунку мы добавляем, ну, конечно, перегной. Видите, какая земля серая, она содержит мало питательных веществ. Добавляем примерно где-нибудь пол-литровую баночку перегноя. Обязательно где-нибудь столовую ложку в лунку добавляем древесной золы. А из удобрения мы обязательно добавим исполина. У нас есть овощной исполин. 3-4 гранулки овощного исполина. А поливаем мы раствором. На 10 литров воды добавляем всего лишь одну столовую ложку жидкого органического удобрения «Идеал». Во-первых, рассаду перед посадкой не забудьте пролить хорошенько. Берите вот так пальчиками на ладонь разворачивайте видите перевернули вот так свободно снимается горшочек. Так теперь мы сажаем сажаем и осторожно закапываем землей вот так вот и обязательно обязательно вот так вот прижали чтобы вот так утрамбовали вот вот так таким образом можно после этого еще раз немножечко вокруг вот так вот возьмем сделаем луночку такую бороздку круговую и чуть-чуть бороздку вот так вот этим раствором проливаем но на растение не поливаем мало ли что солнечные ожоги или там что-нибудь вот так что-нибудь